Форум стартапов в Одессе в этом году собрал рекордное количество социально ответственных предпринимателей, готовых поддержать инициативу детей. Студенты международной сети бизнес-школы Минибосс представляют проекты в двух категориях – бизнес и социальные. Самым младшим стартаперам – от шести лет. Они немного волнуются перед стартом. Сегодня мы будем рассказывать свой проект. Несмотря на волнение, солнышки хорошо выступили, презентовав свой креативный календарь настроения. Теперь осталось получить грант от инвесторов и запустить серийное производство. Нам нужно 500. Если нам дадут больше денег, мы будем больше календарей делать. Члены жюри оценили работу еще одной команды. Дети своими руками создают изделия. К слову, украшения быстро раскупили другие участники форума стартапов. Мы будем делать сережки из полицейской глины. Это мое первое выступление. У нас много ожиданий. Наша команда называется «Кула Кисти». Учиться весело играя – предлагают изобретатели следующего стартапа. Команда «Хэппи-Инглиш» представила прототип игры на форуме, ответила на все вопросы членов жюри, теперь составляет план дальнейшей работы и собирает предзаказы. Команда «Юры» сегодня отмечает свой звездный час. Ребята получили солидный грант от инвесторов на реализацию своего проекта «Друзья Менделеева», который позволит другим детям выучить периодическую таблицу легко и просто. Приятное волнение и очень сильную радость. Я была в восторге от того, какой грант мы получили. Ваша слева аудитория – это дети и взрослые. Счастливы как дети, так и взрослые. Они выслушали каждую из 22 команд, давали детям наставления, поддержали их финансово или предложениями о партнерстве. Очень приятное для меня мероприятие и очень трогательное зрелище. Смотреть на детей, которые имеют в голове какие-то бизнес-идеи – это шикарно, это здорово. Мне очень жаль, что в моем детстве такого не было. Старались, они все так волновались, они творили, создавали. Это было великолепно, но действительно ряд проектов интересен и, в общем-то, вполне актуален и практичен. И, думаю, он вполне реализуем. Вот целый ряд проектов такие. Форуму стартапов более 20 лет. Это ежегодное событие, которое проходит в разных городах и странах, где представлены филиалы международной сети бизнес-школы «Минибосс». Мы слушаем проекты, мы ставим себе отметки, в какой команде мы отдаем предпочтение. В конце мероприятия каждый будет либо отмечен деньгами инвестиций в их проекты, либо они будут отмечены какой-то помощью, которую готов каждый судья приложить на решение социальных вопросов, социальных проблем и города, и страны. В этом году на форуме стартапов было несколько знаковых социальных проектов. Один из них – помощь художникам Одессы. Суть проекта – создать виртуальную арт-площадку, на которой будут размещены картины одесских художников, которые хотят заработать денег. Команда молодых стартаперов убеждает членов жюри в необходимости поддержать их проект. Они отчитываются о работе, которую уже проделали. Художников посещаете? Мы общались с художником. Гармидор Геннадий Васильевич его зовут. И он дал нам несколько картин, чтобы мы продали их тут и разместим их у нас на сайте. В поисках партнеров – создательницы проекта «Тинейджер». Девушки предлагают членам жюри размещать рекламу в их журнале. Первый номер издания для подростков выйдет уже в апреле. Суть нашего проекта – создать журнал для подростков с различной полезной информацией. Журнал-блокнот, в котором можно делать заметки и отмечать разные интересующие тебя темы. Подростки сейчас очень много времени уделяют телефонами, гаджетам. И одной из целей нашего проекта является отвлечь подростков от гаджетов. Форум стартапов завершается выдачей грантов командам. «Спасибо всем, кто нам помогал». Эмоциональный момент сопровождается словами благодарности всем, кто поверил в идеи детей и поддержал их. Тем, кто до этого дня помогал им в проектной работе. «Спасибо, что все верили в нас». Теперь у студентов мини-босс всего несколько месяцев на то, чтобы реализовать свои идеи и представить готовый продукт на национальном чемпионате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова